доброе утро вот и наступили у меня вновь выходные встал на парковочку вот моя тачка и такая вот свободненькая парковочка сегодня стажер дима вот вышли короче завтра делать такие вот беседки здесь есть варим вновь угадайте что правильно кашку только начали в общем два дня выходных так называемая 40 пятка вот этот душ туалет как и на той парковочке вот буду наверно кататься на велике сегодня так что может быть катаясь куда постираться надо и до варшава можно долететь погодка классно так что хорошего дня в общем кое-как выбрался с этой стоянки сначала то есть выяснилось что она вся огороженная забором очень ненавижу забора вот нашел и уже кто-то кто-то свободолюбящий уже разрезал в одном месте забор решетку это забора и от него осталось отверстие короче вот стал достал велик выбрался через это отверстие проложил путь кратчайший до хостела где раньше жил чтобы постираться там вот взял вещи порошок и этот путь вот такой вот сейчас упаду одной рукой конечно где-то мне тут налево надо ехал и конечно и по дорогам сначала но она становилась уже уже теперь вообще по лесам по полям ладно здесь доберусь встретил какую-то ушку 4 прям не могу пропустить это и не залезть посмотреть что за вид на нее с нее там открывается надеюсь я там не найду турпака какого-нибудь просто резиденты вел или как минимум пабджи ёп твою мать скрипит все отсюда просто можно это охотничья вышка на отсюда можно сидеть выслеживать дичь ладно что-то мне как-то не по себе здесь ой-ой и может быть даже не только не по себе может быть еще и больно когда меня уже ладно чё полезли обратно слазит ведь аккуратненько эти вот надписи на самом деле всякие черепаюсь такое довольно наводит какой-то непонятное ощущение подниматься проще еще с одной рукой надо упрошку уже покупать а делаю на лоб и полез ладно безопасность прежде всего отпускаю вас еду я в общем в толстовке уже но пригревает солнышко я ловлю себя на мысли что кажется мне нравится осень когда уже градусов 16 нагреет солнце и очень свежо тихо спокойно и кайф в общем съездил я в общагу на базу постирался там заехал в магазин и вернулся на паркинг сейчас вот здесь вот буду готовить ужин купил минтайчик в брикетах я думаю ужин получится замечательно вот хорошо что на базе остались знакомые пацаны потому что иначе пока вещи стирались я бы чувствовал себя как бедный родственник а так позвонил антохи он вышел коллега с которым мы учились и просто наверно часу то и больше приятно беседовали в общем спасибо тебе антоха за это сушиться я вот вышел из положения вот таким вот образом по как это в принципе не новость для дальнобойщиков что так можно сушиться но в общем вот сушимся процесс пошел короче решил попробовать обмакнуть эти котлетки в яйце и геркулесе так в идеале да в какой-нибудь крошки надо но так вот ну не знаю жарится что получится главное сытно будет вкусно но разваливается да короче ну вот такая вот тема на в россии конечно чтобы выдался такой денек тогда можно там я не знаю выйти где-то в беседке что-то пожарить это практически ну раз в год раз-два то есть ну да где-то так здесь же у меня каждую неделю обязан должен быть необходим быть отдых 45 часов в которой ты можешь вот так вот душевно отдохнуть по кайфу ну кстати ребята он те с нашего с нашей компании муж и жена в паре работают зарабатывают в два раза больше я так полагаю что там по закатику был закатик красивый наверно ну и сейчас есть на невидиме полностью круто вообще круто такие вот денечки и это только пока польша через недельку уже должен потихоньку собираться в европу и будет еще интереснее так полагаем хотя куда еще интереснее народ если еще кто-то как и я тупит и не знает как открыть капот на дав xf то оказывается здесь вот у нас с водительской стороны а есть под ступенькой рычажок который нужно потянуть как я понял два раза может быть один раз может мне со второго раз просто не удалось и вуаля капот открыт также кстати у нас тут есть есть ступеньки для того чтобы подниматься и мыть стекло где-то еще одна вот здесь кажется нет здесь что да вот все можно вставать и мыть окно что собственно сейчас и буду делать так открыл я с целью на залить омывающей жидкости также я рад что у меня здесь есть и маслозаливная горловина не надо будет откидывать кабину чтобы подлить маслица ну и собственно антифриз все всем удачи еще одна классная функция на дафе есть это проверка световых приборов то есть он там моргает как елочка включая поочередно все световые свои приборы вот которые я не знал как включить вот искал в интернете не нашел информацию искал кнопки соответствующие на приборке тоже не дало мне это никакого результата и вот спустя две недели я наконец-таки понял как это делается и все довольно просто берем вот этот пультик нажимаем сюда и вуаля наш дав показывает все что у него все работает причем не только спереди не только сам тягач но и прицеп и даже самое главное самое действительно нужно это тормоза стопы тоже загораются и стопы и задний вход и габариты и поворотнички все у нас работает так что кто тоже не мог понять хоть это и вроде как очевидно да вот она такая кнопочка здесь ну и да ладно вот здесь ну но все равно до меня долго доходило кстати у меня еще сушится надо убирать скоро поеду на загрузку так и так и так вот и закончилась наша сорок пятка димон стажируется все опять по-моему в напряжении да ты расслаблен не знаю что это 45 часов есть такое понимаете выезжаем с парк с парковки на котором устраивали пикники каждый день по три раза вот едем на загрузку опять будем грузиться грузится по магазинам ашан завтра у нас с утра в районе города катавицы две выгрузки в ашане в 5 утра первое 7 утра так вот нам подсказывает наш штатный навигатор 7 утра вторая выгрузка а в 9 утра уже загрузка в обратку выгружаемся опять городе мчорнов правда я об этом до не говорил вот там фм-логистик все очень организованно заходишь вводишь пин-код регистрируешь свои данные получаешь смс на какие ворота вставать встаешь тебя выгружает тут же отдают документы и готово и после этого видимо на свои 9 часов мы уже встанем сюда же продолжайте ехать по дороге 5 километров отдохнем 9 часов свои и все по новой опять ночью где-то загрузимся возможно также на ашан короче да все абсолютно так нас пройдет я так полагать это около трех суток а потом уже режим так собьется что не успеют нас загрузить ночью по итогу загрузит я надеюсь днем трое суток я думаю но такие трое суток на самом деле сейчас будут куматозные непонятно когда день когда ночь на прошлой неделе на прошлой неделе у меня в таком состоянии просто время пролетело я не заметил как сам в общем в общем едем на загрузку так подъезжаем к складу загрузки green yard все тот же самый здесь нас и грузят на ашанчик сейчас димон будут мастер-класс показывать заезжать сюда сначала нормально заехать да там народу опять много так если будет смотреть на тебя остановись немножко если нет то поехали я потом схожу и зарегистрируюсь поехали он ничего не хочет да нет поехали 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 не что-то он смотрит ну потому что ты на него смотришь вот он уже моргает типа чё ты встал что у нас там 100 кротка нет шанс 7 седем трампа седем рампа и ходить уже сюда регистрироваться вставай сразу типа не поняли поехали развернемся встанем на рампу так я схожу сейчас станем на рампу я схожу да но эти предлагаю развернуться он там в конце машин нету практически и встаем на седьмую рампу вот она свободно там наш коллега наверно стоит ну где тебе удобно будет можно было и здесь но там до лучше температуру еще спрашивают может он хотел посмотреть нагнали мы ли ее уже но не за раз хотели на холодной уже ехать хотели но здесь ни разу меня не спрашивали опять же пока не спрашивают ничего не делаем бери правее и вон там тоже слева есть место и лучше туда тебе засовываться все ломай жестко ну как бы максимально но и жалея машина скажем так что там легковушка летит с 3 строчек вот легкие ушки пролетели да нафиг тебя отпусти да поехали ну вообще да классная тема но уже заранее надо было включить все это интересно поглядывая на прицеп но все равно чтобы ему сильно боком не шел попрямее берешь все теперь сразу левее выстраиваешься ну не знаю вот по этой полосочки что ли посередине и бери а даже можно ближе правой полосой наш правым колесом по полосочке вот это и езжай вот эту полосочке да 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 по пешеходной вот этой линии езжай примерно грубо говоря не за в метре в двух что ли от машины немножко находишься чтобы заламываясь потом не зацепить его за носом своим можно чуть-чуть подальше правее про и чуть-чуть чуть-чуть вот так куда проезжаешь свою рампу и выкручиваешь направо 7 вот но ты уже далеко совсем от оттянулся ладно ломайся сильнее ломать значит сначала сильно он заломаться выравнивать протягивайте пойду снаружи понаблюдаю но смотри сама нужен угол какой-то да ты открывай окно и смотри ну конечно ты для чего и ломался сначала направо потом налево выпрямился следим чтобы ничего плохого не произошло лишнего наверное уже не стоит подсказывать человеку надо самому понять как это делается ты можешь сейчас по красоте выпрямиться вот прям на цельсии это выпрямить вперед чтобы ровно направить его кранки можешь еще назад маленько подсдать для этого пока не врежешься грубо говоря в этот бордюры эти ну все выпрямляйся ты по кирпичикам прям можешь посмотреть грубо говоря нашел линию которую те надо и вот ведешь и ведешь и смотришь где где тебе надо встать чтобы потом ровненько можно было сдать но учти что это надо сделать не тягачом а чтобы прицеп это сделал полуприцеп ну в общем ладно таком вот формате как встанем так похвастаюсь я ходил регистрироваться оставил димона заканчивать самостоятельно уже парковку вот кажется у него уже все и получилось все красавчик встал просто по фаншую но действительно ровно параллельно перпендикулярно ну в прикирочку правда это и получили документы идем заводить рев дадима ты завел его уже не заводил я не знаю только за низ лучше хватайся за низ за низ за низ так лучше но позаводить что вот кнопка вон верхняя что там по лето все ровненько стоят да да до конца до ворот не до конца стоят количество ничего не делаем не ничего не делаем что подъезжает туда я пойду за документ документы и отдам сразу зарегаюсь ну все да на выезд на выезд мы идем отдадим доки и сразу будем выезжать проверим пломбу и все такое